Я журналист и искусствовед, и лекция, которую сегодня буду читать, посвящена такому удивительному периоду в истории современного искусства, когда были заложены все самые главные векторы развития искусства, которые есть сейчас. Тогда сложились образы современных художников, как мам сейчас это с помощью газет, телевидения и радио транслируется. И тогда же очень сильно развился арт-рынок, который оказывал огромное влияние впоследствии на то, как искусство чувствовало себя в мире. С чего начать? Наверное, стоит начать с того, что за место был Лондон в конце XX века. Где-то, начиная с 60-х годов, в Лондоне начинаются очень сильные культурные перемены, которые нам всем известны, поскольку во всем мире в 60-е годы начинаются серьезные культурные перемены. Даже если вернуться немного до этого, если в конце XIX века, в начале XX века Великобритания была огромной империей, над которой никогда, как говорится, не заходило солнце, то где-то уже ко второй половине XX века она ужалась обратно до размеров небольшого острова, с которого все изначально начиналось. Если сейчас даже в России, можем посмотреть, многие люди испытывают какую-то фрустрацию относительно того, как сложилась наша история, относительно того, что у нас было великое прошлое, которое мы потеряли, и есть какие-то такие настроения нестабильные, то тогда можете себе представить, что чувствовали люди, которые за 50 лет, или даже, ну, это я, конечно, округляю, в общем, в 1947 году, соответственно, отсоединилась Индия от Великобритании, в 80-е годы окончательно отпали африканские, южноамериканские колонии, и со всего света бывшие жители этих колоний ринулись в метрополию в поисках какой-то свободной и стабильной жизни. Это был один аспект такой социокультурной ситуации. С другой стороны, в самом Лондоне происходили очень серьезные изменения экономические. То есть, если еще, например, в 60-е годы существовали лондонские доки, и Лондон был таким портом очень мощным, то уже в 70-е годы доки закрывают для того, чтобы построить на их месте элитное жилье и офисы. Это процесс очень знакомый нам сейчас, но тогда это все происходило впервые. Это, собственно, то место, откуда началась такая мировая тенденция. И вот это вот сочетание какой-то такой общественной фрустрации, при этом экономического бума, который начался в 80-е годы, создало очень любопытную ситуацию, в которой... В общем, что касается финансового вопроса, мне очень сложно вам объяснить, потому что я пыталась как-то это по-человечески сформулировать, но, в общем, Маргарет Тэтчер провела реформу, которая называется реформа Большого Взрыва, благодаря которой что-то произошло с фондовым рынком, благодаря чему очень многие люди смогли быстро и мощно заработать много денег. И, в общем, они начали эти деньги вкладывать. Вкладывать не только в какие-то ценные акции или, не знаю, в бриллианты, но вкладывать их в искусство. В принципе, этот процесс в мире уже шел, просто для Лондона в тот момент это было в новинку. Но, опять-таки, надо сказать, что продлилось это все не очень долго, потому что в 89-м году, как, может быть, вы знаете, произошел мировой обвал цен на нефть, и поэтому начался экономический кризис. Собственно, рынок искусства очень сильно рванул где-то в начале 80-х годов, но к концу 80-х годов уже он достиг такого пика, с которого он мог только рухнуть, и он очень-очень жестко рухнул. И вот именно в тех самых лондонских доках, из которых выселили рабочих, из которых выселили суда, где были такие пустоши, где стояли заброшенные какие-то такие заводские помещения, именно там в 88-м году прошла первая выставка художников, которые потом стали олицетворением успеха для нескольких поколений современных художников. Выставка эта называлась «Фриз», то есть как бы «Стой». И ребята, которые ее сделали, они были на самом деле вчерашними выпускниками. Они были очень молодыми людьми, которые учились до этого в таком Голдсмит-колледже в Лондоне. Это известное учебное заведение, особенно сейчас, оно до сих пор пользуется большой популярностью, там учатся, в общем, туда и из России много людей едет учиться и так далее. Мы еще поговорим о том, почему это было специальное учебное заведение, какую оно роль сыграло, но было важно, что это были действительно вчерашние выпускники. В общем, не могу сказать, что я знаю много людей, которые способны через неделю после выпуска сразу найти себе какое-то, ну, конечно, не через неделю, может быть, но, в общем, довольно быстро, как бы только выпустившись из университета, найти себе какое-то занятие и вообще иметь четкое представление о том, что делать в жизни. Но вот именно такими людьми были так называемые молодые британские художники. Самым известным, наверное, из них является Дэмиан Хёрст, который, в общем, всем известен как автор такой очень страшной акулы в формолине. Дэмиан Хёрст, в общем, может считаться, наверное, таким хрестоматином, даже не знаю, как это сказать. Он, наверное, просто образец такого современного художника и был таковым, в общем, на протяжении вот с 90-х годов и до сегодняшнего дня. Буквально вот там, десятилетия назад он как-то начал отходить от дела и повторяться, но, в принципе, не мне его судить, как бы он действительно стал человеком, который запустил определенную революцию в искусстве. Что вообще это было такое за движение? Это были просто однокурсники. Эти ребята не были объединены какими-то суперидеями, они просто вместе учились в Голдсмит-колледже. А что такое был Голдсмит-колледж? Это было такое учебное заведение, которое существовало, оно появилось в 60-е годы в Англии в рамках большой государственной реформы образования. Эта реформа сделала так, что поступив в одно из этих реформированных учебных заведений, молодой человек, девушка, мог получить диплом о высшем образовании, который приравнивался к диплому о высшем образовании в сфере математики, физики, экономики, что угодно. То есть люди, которые шли учиться в эти учебные заведения, они на самом деле собирались делать карьеру в искусстве. То есть для них это было не увлечением, для них это не было хобби, для них это был такой продуманный путь вперед. И еще важно, что в этих реформированных учебных заведениях преподавали тоже художники. Я не буду вдаваться в то, что это были за художники, потому что это слишком, наверное, будет долго сейчас объяснять, но, скажем так, это были представители последнего такого серьезного художественного течения вообще в искусстве модернизма — поп-арта. Английский поп-арт немного отличался от Энди Уорхола, который, собственно, был американским поп-артом, но он тоже, в общем, был таким серьезным течением со своими гениями и со своими знаменитостями. И, в общем, один из знаменитых художников, как его звали-то, извините, пожалуйста, Майкл Крейг Мартин, был преподавателем вот этих всех молодых людей — Демина Херста, Трейси Эмин, Сары Лукас и других ребят, которых, наверное, нет особого смысла перечислять, потому что это очень много имен. Там их было что-то такое порядка десятка-двух, что-то такое. И я так не очень четко в это вдаюсь, потому что, на самом деле, не совсем важно даже, что это были за люди. Важно было, что они придумали гениальный ход. Собственно, как они о себе заявили? Они пришли вот в это пустующее здание доков и сделали там выставку, которая по интерьеру выглядела абсолютно как… То есть интерьером это помещение было абсолютно похоже на одну из самых знаменитых галерей в Лондоне того времени — галерею Чарльза Саачи. То есть они просто фактически сделали такую копию галереи, в ней поставили свои работы и продемонстрировали, что вот смотрите, как здорово наши работы смотрятся в вашей галерее. То есть, в принципе, это нельзя даже назвать смелостью, это прямо наглость какая-то. То есть они прямо взяли и вот так вот себя поставили. При этом они заморочились, извините за это слово, еще и тем, что они очень серьезно подошли к выпуску каталога. И, в общем, их выставка выглядела очень серьезной. И, разумеется, Чарльз Саачи, который был владельцем той галереи, которую они скопировали, пришел туда, чтобы посмотреть, что они сделали. И он был поражен, потому что, ну, мало того, что это были наглецы, так они еще были талантливые. Там были очень интересные какие-то не совсем тривиальные вещи, в том числе Демен Хёрст выставлял свою вот такую известную работу «Тысячелетие», по-моему, она называется. Вот я не уверена, сейчас попробую. Извините, пожалуйста, забыла взять эту штуку. Можно, да? Можно взять эту штуку? В смысле, вот. Какие мышки, наверное, могу взять, да? Вот такая вот работа. Это такой контейнер. С одной стороны, это как такая ловушка для мух. С одной стороны, лежит разлагающаяся коровья голова, а с другой стороны, живут мухи, которые ее облепляют, и потом они, в общем, прилетают. Это такой жизненный цикл бесконечный. И эту работу очень хвалили, говорили, что таким образом Демен Хёрст, собственно, рассказывает нам о том, что человечество выглядит примерно так, если смотреть на него из какой-то другой перспективы. В общем, от этой выставки не сохранилось особенно фотографий, но все признают, что это было очень классно. Это было действительно очень здорово. Однако, если бы это были просто какие-то тривиальные такие, ребята с выдумкой, то, наверное, это никуда бы дальше не пошло. Но им удалось очень здорово познакомиться с Чарльзом Саачи и с другими людьми, которые, в общем, могли сыграть какую-то роль в их судьбе. Поэтому, начиная вот с этой выставки и дальше, где-то год, они находились в таком налаживании отношений. Это, напомню, был 88-й год, а в 89-м году произошел обвал цен, произошел финансовый кризис экономический. Тоже, наверное. И тут сложились звезды, что ли, наверное. Получилось так, что Чарльз Саачи, который до этого был коллекционером, внезапно очень сильно потерял в деньгах. До этого он коллекционировал модный на тот момент американский минимализм, экспрессионизм и импрессионистов, которых тогда как раз-таки очень активно... В общем, началась их такая судьба самых дорогих картин на мировых аукционах. И после этого Чарльз Саачи призадумался и пришел к выводу, что, в общем, наверное, имеет смысл, если ты вкладываешь деньги, вкладывать их в молодых художников. И, разумеется, его выбор пал на вот этих вот выпускников Голдсмит-колледжа, которые, мало того, что были очень наглы, были еще очень талантливы. В чем заключалась их наглость? На самом деле, очень трудно говорить о том, что они все значат, эти работы, что они вообще из себя представляют, зачем они нужны и так далее. Очень много вопросов, разумеется, возникает, например, Трэйси Эмин. Много возникает вопросов, что это такое, почему это искусство, что это вообще такого плана. Тут очень важно сказать, что искусство, оно, конечно же, отражает то время, в которое оно создается. И художники из Голдсмит-колледжа получили невероятную закалку в стенах своего учебного заведения, где был такой очень, знаете, современный подход к образованию. Даже сейчас это не везде есть. То есть, например, художники там могли переходить с курса на курс. Они могли заниматься и скульптурой, потом живописью, потом делать инсталляции, потом, не знаю, чуть архитектуры, потом еще чем-то заниматься. То есть, таким образом, постоянно происходило такое вот какое-то внутреннее развитие, постоянно какой-то критический диалог. Они друг с другом постоянно это все обсуждали, они постоянно придумывали какие-то новые ходы. И им было интересно говорить об искусстве именно тем языком, который в тот момент был релевантен. А если мы вспомним примерно историю, то мы поймем, что как раз-таки где-то вот в 80-е, 90-е годы зарождается информационное общество, в котором мы живем сейчас. То есть, получается, что в информационном обществе для того, чтобы тебя заметили, тебе недостаточно просто сообщить информацию. Ты не можешь просто претендовать на то, что у тебя есть информация, и ты ее сообщил, и вот поэтому ты, значит, обладаешь уже какими-то привилегиями. Нет. Твою информацию могут и не заметить, если вокруг слишком много другой информации. И эти художники абсолютно в соответствии с этим временем предлагали свои работы зрителю. То есть, эти работы первым делом вызывали какой-то шок и отторжение. После шока и отторжения вы начинаете задумываться, что это все значит, зачем это все нужно. И после этого уже завязывается какая-то беседа, возможно, и если вы коллекционер, то вам начинают рассказывать, зачем это все надо, и что это на самом деле будущее нашего искусства. Конечно, здесь была и какая-то отчасти, может быть, профанация, но это неизбежно, потому что, разумеется, искусство — это не какая-то такая область, в которой, знаете, все играют по-честному и только там все, не знаю, там, клятвы какие-то приносят. Разумеется, нет. Что-то, вот, например, как вот знаменитая работа Дэмиана Хёрста, которая называется «Ради Господа». Такой череп, инкрустированный бриллиантами, который стоил там что-то миллиард долларов. Это был какой-то невероятный скандал, когда он его сделал, потому что, ну, что это такое? Ну, просто человек взял, как бы вложил кучу денег, и почему это должно считаться искусством. Но, тем не менее, мы про это говорим, мы про это пишем, и, разумеется, средства массовой информации в сию же секунду растиражировали все, что происходило с этими ребятами. Вообще, так, если подумать, наверное, успех английского искусства вот этого времени, о котором мы сегодня говорим, даже если говорить о плавильном котле, наверное, плавильный котел это не совсем, наверное, даже верное определение. это была колыбель, наверное, даже современного искусства, потому что в тот момент в Англии, то есть Англия до того, как вот там появились эти блестящие молодые британские художники, в Англии Англия была на абсолютной периферии в мире искусства. То есть, если так себе представить, она была, ну, вот, я не знаю, как какая-нибудь из бывших британских колоний в плане какого-нибудь, не знаю, экономического развития. То есть, на самом деле, Англия была такой совершеннейшей провинцией. И тут вот буквально за за несколько лет она стала столицей искусства. Конечно, это произошло благодаря тому, что благодаря этому, этой реформе образования, о которой я говорю. но и кроме того, это произошло потому, что художники, о которых мы говорим, начали говорить об искусстве и показывать свое искусство так, чтобы это было интересно прежде всего медиа, для того, чтобы это было интересно тем, кто об этом пишет, для того, чтобы это все освещали таблоиды, чтобы люди приходили и выражали свой протест, чтобы им было противно, чтобы они расстраивались, ссорились из-за этих работ, чтобы они постоянно обсуждали, да что же это такое, какого черта, это не искусство. В общем, если мы подумаем, то вот в 80-е годы во всех смыслах все было в плане капитализма и вообще устройства общества примерно так же, как сейчас, только это было гораздо более свежо, это было гораздо более ново, гораздо более шикарно даже в чем-то. И поэтому вот эти все выходки художников, они были, тут вот абсолютно бесконечное количество интерпретаций можно привести, но эти выходки художников, они были на самом деле тоже частью вот этого вот нового какого-то медийного общества, потому что, например, знаменитая выставка, которая прославила окончательно этих художников, называлась «Сенсация». Она прошла в 97-м году и прошла не где-нибудь, а в Королевской академии художеств. То есть это означало очень большое признание, конечно же. И на этой выставке, например, была такая очень характерная работа. Вот это вот это портрет такой дет-убийцы Майры Хиндли, которая незадолго до этого была как раз судима и этот процесс освещался всеми газетами по всей стране. Это была очень такая страшная история. Майра и ее какой-то там подельник, они играли в каких-то карателей СС, в общем-то убивали детей и при этом как-то очень-очень девиантные были люди такие. и когда открылась выставка Сенсация, вот эта работа висела просто при входе. То есть ты заходишь и сразу видишь, что перед тобой огромная Майра Хиндли. Мало того, если вы посмотрите, она сделана из таких маленьких ладошек детских. детки нарисовали Майру Хиндли. Разумеется, это было похлеще, чем Пуссерайт, честно вам скажу. Это было что-то такое ужасное. Там стояли протестующие группы около этой выставки. Все очень возмущались. Разумеется, это все выглядело очень мерзко. Но это было именно то, что было нужно. Тут даже невозможно говорить о том, что это аморально или еще как-то. Это было целью этого такая стратегия. Чарльз Сачи это рекламный магнат. Он знаменит тем, что он делал рекламную компанию Маргарет Тэтчер. Извините, рекламную предвыборную. Ну, в общем, рекламную. То есть Чарльз Сачи и эти ребята они друг друга нашли абсолютно. Но при этом невозможно не задаваться вопросом как же все-таки это все потом повлияло на мировое искусство. То есть в чем собственно что сплавилось здесь? В чем заключалась собственно роль этого плавильного котла? Я думаю, что для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно быть каким-то абсолютным гением. У меня нет какого-то конкретного ответа, но я могу сказать, что с моей точки зрения именно в Англии именно в тот момент художники перестали обслуживать какие-то сферы политики или экономики. Художники в очередной раз, как это уже происходило несколько раз в истории, вышли как бы собственным заявлением. И это заявление было таким, что какое у вас общество, такое у нас будет и искусство. Разумеется, это многих очень расстраивало, потому что от искусства принято ждать какой-то гармонии, от искусства принято ждать красоты, умиротворения или, например, на ходу какого-то невероятного мастерства, но нет, на самом деле нет. То есть Дэмиан Хёрст, автор вот этой работы, это, собственно, как можете видеть, это не акула, но это корова, тоже в форме альдегида, в растворе форме альдегида. Дэмиан Хёрст был такой просто суперскандальной фигурой, и я хотела тут даже сегодня показать отрывок из фильма, очень хорошего, в котором пародируется современное искусство, и там один из главных героев просто абсолютная пародия на Дэмиана Хёрста. И Дэмиан Хёрст на долгое время стал в массовой культуре и даже среди историков искусства, в общем, среди всех такой фигурой, над которой принято как-то потешаться. Но если подумать, то, в общем, наверное, он не сделал ничего такого, что приносило бы нам какой-то боли, страдания, он просто на самом деле очень хорошо зарабатывал деньги, потому что, как я говорила, изначально был нацелен на то, что он собирается делать карьеру и быть художником, который будет успешен, он не хочет ждать, пока ему стукнет 90 лет, и ему принесут какой-нибудь орден на подушечке, он хотел зарабатывать деньги здесь и сейчас. И, конечно, это были такие, может быть, молодые британские художники возможно были отчасти такими япи от современного искусства, но при этом нельзя им отказать в таланте и в том, что они на самом деле были очень остроумны. С точки зрения историка искусства можно сказать, что их работы использовали иронию, но при этом они сами по себе не были смеялись, но смеялись над вами, а не над собой. То есть, если ирония, которая существует в работах Энди Орхола, направлена в том числе и на себя тоже, потому что не совсем серьезно, то тут это все-таки было такое издевательство. Например, одна из художниц, сейчас, ну, например, скажем так, вот вот эта очень известная работа, извините, пожалуйста, братьев Чепман, которые изображали вот таких вот странных гибридных детей с всевозможными половыми органами в разных местах. Такие работы просто невозможно смотреть спокойно. Они не рассчитаны на то, что вы придете и будете их рассматривать и обсуждать. Ой, посмотрите-ка, там пенис, он такой-сякой, или там, не знаю, вот как она изогнулась, что это значит. Это вообще все неважно. На самом деле вы приходите и просто вы в полном шоке. разумеется, как бы, ну, вот, что тут скажешь? Даже мне сейчас немножко неловко про это все говорить. Например, еще один художник, которого зовут Крис Офили. Тут, кажется, все-таки есть его работа. Он сейчас очень тоже популярен, но вот на выставке «Сенсация» он показывал свою работу «Святая Дева Мария». Если вы приглядитесь, то увидите, что вместо ангелочков или каких-то пути там на самом деле летают такие вырезанные из каких-то таблоидных журналов или из каких-то порно-журналов женские задницы и различные гениталии. А мало того, еще для выполнения этой работы был использован слоновий помет. И, как бы, ну, вот, даже скажу так, моя квартирная хозяйка, она женщина очень образованная и интересующаяся. Она недавно слушала радио и по радио рассказывали про работу криесофили. Она не могла успокоиться, как ей было смешно от того, что она использует коровий помет, ой, извините, слоновий. Но дело в том, что он, на самом деле, иронизировал над вот этим сложившимся, он чернокожий художник, и он иронизировал над образом такого вот нативного, примитивного какого-то африканского художника, который сейчас вот тут вам что-нибудь слепит из-за того, что у него есть под рукой. И он до сих пор популярен и до сих пор, в общем, хотя, мне кажется, сейчас он больше не использует уже слоновий помет, но тем не менее он все-таки поставил себе целью иронизировать в том числе над всеми вами пришедшими, чтобы было просто как-то неловко, чтобы это все вызывало какое-то такое вот оцепенение. В конце концов, можно даже поговорить о художнице Сэм Тейлор Вуд, которая сейчас стала Сэм Тейлор Джонсон и сняла, между прочим, небезызвестный фильм «50 оттенков серого». И в этом фильме, на самом деле, если вы его видели, в нем очень много таких белых, очищенных от всего планов, там все такое очень эстетское, но это все потому, что она на самом деле была подругой и соратницей Херста Трейси Эймин и других художников и делала в то время различные такие вот к сожалению, нет этой фотографии, но есть, например, вот такое видео. Надеюсь, оно откроется. В общем, можете посмотреть просто это ее видео, довольно известное, в котором она просто называется натюрморт и она физически, фактически вам демонстрирует, как разлагаются вот эти вот красивые фрукты. В общем, это ускоренное видео и под конец они все совсем уже там разложатся. и все художницы, которые входили в это объединение, что Сэм Тейлор Вуд, что Трейси Эймин, что Сара Лукас, которую я сейчас еще покажу, они все были феминистками, но с другой стороны, они все были не такими феминистками, которые чужды показывать свою сексуальность. Они очень, в общем, с радостью демонстрировали свою личную жизнь. Вот, например, как мы видели кровать Трейси Эймин, которая, на самом деле, эта работа называется «Все, с кем я спала». А, нет, там, «Вера» называется. Ну, в общем, это... Сейчас я вам скажу, какое это называется. Посмотрите, вы можете... Вот у меня еще похожая была работа, на которой, по-моему, тоже кролик разлагалась на наших глазах. Ну, то есть, понятно, что это просто использование новых возможностей, вот видео, в частности, для того, чтобы демонстрировать какие-то вечные ценности. На самом деле, вот эта вот увлеченность Демиана Херста, тема смерти, в которой мы видим черепа, мертвые акулы, формаления, все это, на самом деле, тоже абсолютно такая древняя, как мир, тема, что все живое умирает. Мы все боимся смерти, мы хотим о ней как-то говорить, мы не знаем, как это делать, мы пытаемся как-то вот с помощью образов из фильма «Челюсти», я не знаю, с помощью каких-то гипертрофированно шикарных образов смерти сделать вид, что нам не страшно. Ну, вот, наблюдая за этим натюрмортом, тоже, наверное, можно вспомнить какие-то классические образы мемента моря, или какой-то голландский натюрморт, который вечно такой свежий, да, но на самом деле, если мы подумаем, сколько он уже лежит, голландский натюрморт, ему уже, на самом деле, еще много лет. То есть, вот, примерно так выглядел бы наш голландский натюрморт, если бы он, если бы он долежал. Наверное, можно убрать, сейчас я покажу, может, Трэйси Эмин. Ну вот, ой, нет. Вот, Трэйси Эмин, собственно, вот такая вот художница. Она была, ну, есть, она одна из самых эпатажных художниц британских. И, наверное, по степени эпатажности с ней и с ее подругой Сарой Лукас, которая, кстати, вот Сара Лукас в этом году представляла Великобританию на Венецианской биеннале. Ну вот, да, вот, например, это вот работа Сары Лукас, которая называется, сейчас я вам скажу, как она называется, на секундочку. В общем, дело в том, что это, на самом деле, работа, которая очень классно пародирует знаменитое произведение британского поп-арта, такую скульптуру Алина Джонсона, где обнаженная девушка стоит на четвереньках, а на ее спине лежит прозрачная столешница. Это такое очень классическое произведение. Недавно был скандал с Дарьей Жуковой, которая там просто вот в этом наборе, там была, собственно, девушка, которая стоит на четвереньках, у нее там столешница, была девушка, которая изображает кресло, и на нее можно присесть, и еще девушка, которая стоит, ну, то есть это все манекен, и она стоит, и на нее можно там куртку кинуть. В общем, у Даши Жуковой была какая-то реплика этой работы, только там была чернокожая девушка, которая, значит, лежит задрав ноги, и на нее можно присесть, как на кресло. Дашу Жукову очень загнобили, разумеется, за это все, но вот этот образ вот этой вот девушки на четвереньках из столешницы, это такой очень укоренившийся образ в британском искусстве, и Сара Лука здесь его пародирует. То есть она просто берет, надевает футболку, какие-то кладет туда дыни, и, в общем, вот, как бы получить свой сексизм. Сложно, конечно, ну, сложно сказать, насколько даже это сейчас шокирует, но, наверное, тогда, учитывая, что все-таки это было ближе, наверное, это все-таки тоже считывалось, что это какое-то такое издевательство. Как же она называлась сейчас? Одну секунду. В общем, неважно. Еще одна вот я хотела показать вам работу, которая показывает, насколько художники, на самом деле, выставляли себя все на показ. Вот, например, шокировали нас. Что такое? Это вот такая... Трэй Семен сделал такую палатку, которая называлась «Все, с кем я спала». Очень известное нынче произведение. Внутри она наклеила имена своих каких-то любовников. То есть можно было зайти и почитать. Собственно, вот, начиная с маленького плюшевого мишки, с которым она спала, собственно, когда она там родилась маленькая, а потом она вот с кем-то успела переспать. В общем, надо сказать, что за эту палатку над ней как-то потешались даже ее соратники. То есть это было не только для публики шокирующее какое-то зрелище прийти и прочитать, в общем, всю интимную жизнь этой женщины, но, в общем, и для ее сторонников, которые предлагали ей какую-то там, в общем, сделать работу «Все, кто не стал со мной спать» или что-то такое «Все, кто не захотел со мной спать». Ну, в общем, они были очень, в этом смысле, веселые. В общем, главные темы, которых касались молодые британские художники, как самое яркое направление вообще в искусстве Англии в 80-е-90-е годы, это были самые-самые-самые такие таблоидные, яркие, громкие темы. Это был секс, деньги, извращения, смерть. Ну, в общем, это все то, о чем, на самом деле, обычно пишут всякие газеты, которые рассказывают нам про то, как кто-то кого-то зарубил топором, или кто-то с кем-то переспал, потом его зарубил топором. В общем, все это было очень интересно, разумеется. И, вот, например, есть работа, такая шикарная работа Сары Лукас. Вот тут называется «Отвалить урода» или как-то так. Что тут изображено, не очень понятно, это какая-то история. В общем, она вся посвящена каким-то сексуальным извращениям и доминацией какой-то. Но, в общем, она, на самом деле, использовала реальные газеты и просто сделала из них вырезки, сократив путь собственного искусства на странице таблоидов. Мне хотелось еще, на самом деле, поговорить про то, собственно... Сейчас, про что я уже хотела поговорить. Про то, как эти художники стали... Что-то потерялась у меня мысль. Одну секунду, сейчас. Да, точно, извините. Есть такая очень хорошая книга Игоря Голомштока, которая рассказывает... Она даже так называется «Искусство Великобритании» от Ганса Гальбейна до Демиана Хёрста. И, на самом деле, если посмотреть... Он и сам в своей книге это все очень сильно рифмует. Но если посмотреть на то, что является основой этого искусства, мы поймем, что оно, на самом деле, совершенно не государственное. Это очень важно, на самом деле, для английского искусства исторически. То есть, если в России, во Франции... Америку мы не берем, там вообще отдельная история. Ну, в общем, на материковой Европе, в принципе, было принято, что искусство существовало исторически при каких-то дворах. То есть оно возникало при правителях, которые выделяли деньги на то, чтобы художники оформляли им красивые дворцы. То в Англии исторически это была совершенно другая традиция. В Англии, на самом деле, искусство исторически было абсолютно независимым. И академия там была независимой. И, мало того, художник, на самом деле, исторически, еще до того, как появился Голдсмит-колледж, который позволял тебе сделать карьеру исторически, художник все равно мог там совсем из грязи в князи, на самом деле, попасть. Потому что он мог пойти работать, стать хорошим подмастерем, потом хорошим мастером, потом начать самостоятельно работать и буквально за это получить дворянство и оставить своим детям какое-то хорошее состояние. То есть, на самом деле, что Ганс Гальбейн, что Демиан Херст, это люди, которые совершенно не зависели от государства. В России, как мы знаем, например, существует биннализ современного искусства, которая щедро спонсировалась в прошлом государстве, но когда государство начинает уходить из этой области, то денег резко не становится. Удивительно, но в Великобритании в последнее время тоже есть такие опасения. Я читала там, в общем, где-то полгода назад была новость о том, что какая-то специальная комиссия, Ворвегская комиссия, так называется, провела анализ того, насколько доступна культура сегодня, сейчас доступна для всех желающих. И выяснилось, что на самом деле, несмотря ни на что, культура все равно очень недоступна. То есть те люди, которые выбирают свой досуг и могут выбрать поход в музей, например, таких людей минимум. Это не то, чтобы, знаете, даже не то, что в России, хотя казалось бы. Но, тем не менее, оказывается, что несмотря на все усилия, несмотря на вложения, несмотря на то, что сфера культуры приносит большие деньги, искусство все равно остается такой вот элитарной областью. В 80-е годы это тоже было так. То есть все представители движения молодых британских художников хотели успеха, и они хотели денег. И, наверное, тут можно даже это сравнить с каким-то... Если уж мы действительно говорим про плавильные котлы, то, наверное, можно это сравнить с плавильным котлом, который был в Америке в свое время, куда приезжали люди, тоже движимые определенными мечтами об успехе и о том, как, в общем, свой талант превратить в собственный достаток. И британские художники, которые выпустились вот где-то к 80-м годам из своих учебных заведений, вот реформированных, они очень, на самом деле, были нацелены на то, чтобы зарабатывать. И тут сложно сказать, как на это реагировать. То есть насколько они подали пример всему миру, на самом деле они подали пример всему миру, потому что даже если мы вспомним, что было еще в 80-е, 90-е годы в российском неофициальном искусстве, там практически, начиная с 90-х годов, все очень активно начинают заниматься галерейной деятельностью. И галерея, рыночный успех, арт-рынок, все это были такие вещи, которые оказались подвластны в какой-то момент. То есть стало понятно, что для того, чтобы зарабатывать, и для того, чтобы быть успешной, тебе совершенно не обязательно дожить до 100 лет. Отдельно, например, стоит отметить, что премия Тернера, которая была учреждена там, что это в 1984 году, она постепенно стала вручаться все более и более молодым художникам. И, в принципе, возраст какого-то успеха, возраст признания, он очень сильно снижался. В итоге это, конечно, привело к очень многим проблемам, в том числе и к тому, что появилось много художников, которые действительно просто уже ожидали, что вот выйдя из стен учебного заведения, они вот сейчас получат, значит, какие-то все блага, выставки и так далее. Была попытка Чарльза Саачи, собственно, после того, как он очень успешно стартовал с Дэмином Хёрстом, Трэйси Эмин, с Сарой Лука, с Крисом Офили, с братьями Чепман. Они в какой-то момент разругались, и он решил, что он может, в общем, позволить себе дать дорогу молодым. И он, значит, еще более молодых художников привлек из следующего выпуска, но они уже были такими экспрессионистами, они рисовали какие-то нервические работы. Но, разумеется, никакого шока это искусство уже не вызвало. То есть тот шок, который вызывало вот такое искусство, его, в принципе, повторить невозможно. То есть в этом заложена определенная конечность. То есть один раз ты можешь всех шокировать, потом ты можешь эту тему развивать. Люди к этому привыкают. Но вот где конец этому, наверное, можно только углубляться в какие-то, не знаю, анатомические детали, чем, собственно, занимался Дэмиан Хёрст. У него была, в частности, очень известная работа. Он взял просто такой медицинский манекен с изображением беременной женщины, которая раскладывается на части, и просто ее заказал в каком-то невероятном 200-метровом каком-то размере. И просто огромная статуя, очень известная. И, в общем, где-то уже к началу 2000-х годов это все начинает постепенно сходить на нет. Однако успех британских художников и вот это невероятное мощное выступление, которым они стартовали, оно привлекло в Лондон много галеристов, привлекло новых художников. И, мало того, уже к тому моменту в Лондоне, разумеется, существовали и другие течения, в том числе, например, вот Аниш Капур, выставка которого проходит здесь, в Еврейском музее. Примерно в то же время занимался своей зеркальной гигантской скульптурой. Просто в несколько другом объединении. Он был таким минималистом. Знаменитые архитекторы мировые, например, Заха Хадид или Норман Фостер, тоже, в принципе, происходит откуда-то из тех же времен. Мне очень хотелось, на самом деле, еще... У меня была даже идея какую-то музыку поставить из того времени, чтобы стало понятно. Но если мы вспомним, что такое вообще 90-е годы, 80-е, 90-е годы, это такая очень живая и еще не окончательно разочарованная культура. То есть это такой постмодернизм, который еще не окончательно в себе разочаровался. И поэтому можно сказать, что английские художники в тот момент были такими настоящими поп-звездами. То есть это был тот момент, когда художники впервые в своей жизни, наверное, ну, после Энди Ворхола, наверное. После Энди Ворхола и после еще нескольких там... Да, в общем, больше не после кого. Авангардисты, пожалуй, были, наверное, до этого, но Энди Ворхол, конечно, был очень важной фигурой для них. Они повторили в каком-то смысле успех Энди Ворхола, только они его размножили. Они все стали сами себе Энди Ворхолы. И они просто дали толчок абсолютно новому отношению к художнику. Отношению к художнику как к коммерческому партнеру, как к человеку, который... Ну, это не какой-то, знаете, такой сумасшедший гений, да, который там ходит просто, рисует там и отдает за бесценок. Это не какой-то человек, который этим занимается просто для удовольствия. Это просто такая еще одна профессия. И, пожалуй, это было, наверное, самое главное достижение молодых британских художников. Они утвердили искусство как профессию, в которой можно, если ты умен и обладаешь определенными навыками, достичь успеха. Я не говорю, что такого не было до тех пор. Я не говорю, что, разумеется, разумеется, конечно, художники всегда, профессиональные художники, существовали и занимались своим делом. Но тут это был профессиональный художник в совершенно новом обществе, в котором уже, например, люди не посылают голубиной почтой письма. То есть это абсолютно новая реальность, в которой мы не тратим время на то, чтобы физически создавать какое-то письмо с чернилами, а мы просто отправляем смс, который доходит в ту же секунду. И они просто стали первыми, кто адаптировал искусство к этому уровню технологий, к этому уровню развития общества, информационного и абсолютно не завязанного на вот эти старые традиции производства, техники, живописи, скульптуры, вот этого всего. Они сказали, что это все не нужно, мы просто сейчас покажем вам какие-то сумасшедшие картинки. А вы очень от этого всего придете в шок, но все равно, все равно вы придете, посмотрите, возмутитесь. И все равно мы будем известны, все равно вы заплатите за нас деньги. Что там было сейчас еще? Вот напоследок решила поставить вам картину «Братьев Чепманов», которая тоже посвящена теме какого-то издевательства, издевки, гниения, смерти. Но при этом она довольно смешная. И мы на нее смотрим и понимаем, что как бы то ни было, до сих пор никто не придумал ничего такого, что вышло бы за рамки способности человека это переварить. То есть на самом деле современное искусство, которое есть сейчас, оно вот современно сейчас. То, что они делали тогда, было современно тогда. И в принципе любое искусство в свое время создается, исходя из конкретных потребностей. Так вот, если подвести какой-то итог, то я бы сказала, что в Лондоне в конце 80-х годов благодаря очень удачной реформе образования, которая позволила выбирать искусство как основной предмет, по которому ты занимаешься и получаешь государственный экзамен, благодаря финансовому буму, который был спровоцирован реформой Маргарет Тэтчер и благодаря последующему финансовому кризису, который привел к тому, что старое искусство, которое привыкли покупать, стало слишком дорогим, благодаря этому всему возникла очень благоприятная среда для того, чтобы художники предлагали свои услуги обществу по части развлечения, по части какого-то... по части искусства. И, наверное, до сих пор можно утверждать, что Лондон является мировым центром развития искусства. Туда до сих пор едут люди, чтобы получить самое лучшее художественное образование. И в области дизайна, кстати, тоже, например, даже в Москве есть британская высшая школа дизайна. Американской школы дизайна нет, а британская есть. И до сих пор, благодаря применению вот этой вот свободной системы, в которой ты одновременно можешь заниматься и скульптурой, и живописью, и вот такими вещами, художники получают большую свободу, только благодаря которой вот в нашем современном информационном обществе они могут себе позволить нас зацеплять и как-то запоминаться. В общем, примерно, наверное, это все, что я хотела рассказать. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы вдруг? В общем, я хотела спросить, так ты легко рассказываешь, что художники потрясали устои, там вот, допустим, картина «Божья матери», там попки женские. Ну и у них это так все просто проходило, то есть можно было просто, не знаю, нарушить канон, а потом идти гулять по улице. Были, на самом деле, конечно, были, но, во-первых, ну вообще, говоря о толерантности, английское общество одно из самых толерантных вообще в мире сейчас. Ну это просто происходило благодаря тому, что действительно туда приезжало очень много иностранцев на протяжении, там, 20-30 лет они все приезжали и приезжали. В общем, там это неизбежно произошло, то есть там, в общем, абсолютно толерантность в этом смысле. Что касается религиозной толерантности, скорее в Англии всех возмутила вот эта картина с Майерой Хиндли, которая нарисована детскими ручками, потому что это был такой удар и пощечина людям, у которых погибли дети. А, например, когда Крис О'Фили приехал, эта выставка «Сенсация» приехала в Нью-Йорк, то вот как раз Крис О'Фили со своим слоновьим пометом очень не понравился мэру Нью-Йорка Джулиани, и он даже пытался запретить выставку, пытался снять эту работу, запретить всю выставку, и кажется, ему все-таки это не удалось. Но, тем не менее, там был очень большой резонанс, то есть всех очень возмутило вот это вот. Ну они как-то это восприняли, в общем, на свой счет, и, в принципе, как-то неприятно им было как-то Дева Мария, вот эта вся порнография, слоновий помет. Мало того, он еще чернокожий, то есть это какое-то такое невероятное оскорбление. Хватало, конечно, скандалов, но никто не закрывал эти выставки. Эти выставки происходили, и, в общем, искусство, в принципе, конечно, всегда существовало в основном для тех людей, которые могут за него платить. Ну то есть оно возникало, и как-то продюсировалось людьми, типа Чарльза Саачи и коллекционеров. И я думаю, что, возможно, у многих простых лондонцев, скажем так, возникали какие-то такие же чувства, как у разных российских богозащитницких активистов. Но на самом деле там не было ни одного такого скандала, чтобы прям... Просто в газетах, это все было в газетах. Это была абсолютно газетная история, абсолютно именно такой медиа-активизм, если можно так назвать. То есть все происходило на страницах прессы. Все это, в общем, ругались и признавали. Ты сказала, что... Ну, грубо говоря, как тогда, сейчас это не шокирует людей. Тогда во что это вылилось, грубо говоря, вот сейчас двухтысячное это искусство? То есть, понятное дело, что там, я не знаю, разогающимся кроликам, наверное, никого уже не шокируешь. Но есть же какие-то последователи, я не знаю, преемники, как это выглядит сейчас и во что вылилось? Вообще, особенность этого искусства была в том, что ему очень сложно было следовать, потому что эти работы никак совершенно стилистически не связаны. Они все абсолютно разные. То есть, если я захочу сейчас здесь, не знаю, что-нибудь из этой бутылки сделать, а потом там кто-нибудь чего-нибудь накидает в том углу, то, в принципе, это может быть... Если это будет в каком-то контексте подходящем, то это будет просто одного формата вещи. Но я говорила о том, что шок, он действует до определенного момента. То есть, конечно, вот эта вот шок-тактика, она работала до определенного момента, а потом просто понемногу сходила на нет. То есть Демиан Хёрст периодически, например, он как самый яркий представитель этого движения, периодически выступал с такими яркими какими-то выступлениями, типа вот этого черепа за миллиард. Но, опять же, это уже не было так, как в первый раз. И в итоге, конечно, это вызвало определенное противодействие. То есть возникли художники, которые, наоборот, стремились к какому-то такому... Ну, это вообще сложно. Очень много в мире художников, разумеется, какого-то такого центрального явления не могу назвать. Но вот самой непосредственной реакцией было то, что Чарльз Саачи после того, как он разругался со всеми этими скандалистами, он набрал таких молодых, очень прилежных, очень хороших выпускников, которые рисовали такое вполне себе искусство в духе 70-х годов. И они назвали себя новые какие-то... новые, не помню, какие-то нервные экспрессионисты или как-то так. И они просто уже совершенно ничего из себя не представляли. То есть, ну, вообще повторять вот эти все шоковые ходы было очень тяжело. Даже выставка, вот эта первая, «Фриз», она была вторая, была «Фриз-2», которая уже просто тоже никого совершенно не впечатлила. сейчас просто уже немножко по-другому все устроено, потому что сейчас это стало общим местом. То есть сейчас... Ну, вообще, в принципе, интереса к искусству массового в обществе уже сейчас не так много. То есть можно сказать, что даже благодаря британским художникам искусство на некоторое время стало одной из частей массовой культуры наряду с кино, например. То есть это далеко не всегда происходит так. То есть, например, даже во всяких фильмах, если вы посмотрите, там вот даже можно вспомнить «Большой Лебовский», там это Джулиана Мура играет какую-то художницу, которая там, в общем, что-то несусветное делает. И вот этот образ какого-то такого сумасшедшего художника, он, в общем, конечно, существовал. И он даже, наверное, сказать, укоренился. Он просто уже очень хорошо попал на существующий шаблон. То есть все вот эти импрессионисты тоже были довольно экстравагантные люди. Но тут это все еще укоренилось в том, что это были мало того, что экстравагантные, так еще и очень наглые люди, про которых постоянно пишут газеты. Это были какие-то такие вот просто... Даже не знаю, как их назвать. Повсюду были они, в каждой бочке, что называется, почти затычка. Наверное, так. Мне кажется, он не работает. Есть ли еще какие-то вопросы к лектору? Если нет, то я хотела... А есть еще? А есть еще? Про Аниши Капура расскажите. Вообще, в принципе, про Аниши Капура? Да. Но он родился в Мумбаи, по-моему, да. Но, честно говоря, я вам так скажу. Аниш Капур в рамках плавильного котла, наверное, был не самым... Ну, может, он был действительно подходящим примером. Он как раз приехал в Лондон, где-то в... Не очень хорошо это помню. Ну, где-то вот примерно в это время, в 70-80-е годы, кажется. И он примкнул просто немножко к другой группе. Они занимались минималистической архитектурой. Извините, скульптурой. Но, честно говоря, я так скажу. Я не могу вам сейчас конкретно рассказать о связи Аниша Капура с молодыми британскими художниками, потому что я их выбрала как пример такого вот переплавления искусства как бы из одного состояния в другой, из одной эпохи в другую. Аниша Капур все-таки делал вещи, которые не были шокирующими. Они были вполне себе такими, и сейчас являются очень такими пристойными, признанными и никого не оскорбляющими почти. Ну, то есть он делал ставку, насколько я могу понять, он делал все-таки ставку на качество, на какие-то новые материалы, на все классические характеристики скульптуры, которые существуют. Просто он их как бы углублял, он на них смотрел с точки зрения того, что уже было арты повара, с точки зрения того, что уже был Дональд Джад, и с точки зрения того, что он сам, в общем, индиец, и он как-то вот этот опыт переосмысляет для того, чтобы показывать, значит, в такой завалированной форме какие-то свои потаенные мысли о «Моя Алая Родина», например, «Красная земля индийская», которая вспахивается какими-то такими колонизаторами. Ну, тут очень можно много, тут про Аниши Капуру, конечно, наверное, тут уже есть отдельные люди, которые читают про эту лекцию. Просто вот то, о чем говорила я, я хотела рассказать о том, что являлось как бы таким вот художественным, самым главным художественным событием в Англии, в Великобритании и конкретно в Лондоне вот в конце XX века. Аниш Капур, наверное, даже если говорить в исторической перспективе, не так запомнится, как молодые британские художники. Не потому, что он плохой художник, а именно потому, что просто вот такие вещи запоминаются сильнее, чем то, что видно вот здесь вот в зале. Да, по-моему, да. Конечно, он очень красиво и делает скульптуры, и они, разумеется... Ну, что тут говорить? Они, разумеется, очень хорошо вписываются в любую какую-то классическую обстановку, потому что они сами по себе, как минималистические произведения, как бы ничего не привносят. Они просто отражают, как бы подводят, как-то, не знаю, или там как-то нивелируют. Ну, то есть это вот... Это совершенно другая история. Вот эта вот работа невозможна с этим сравнить, потому что, разумеется, один из самых известных, например, скульпторов среди... Ну, вот, например, еще могу рассказать. Один из самых знаменитых скульпторов среди молодых британских художников был Марк Куин, который, собственно, до сих пор существует. Например, вот эта его работа, это его автопортрет. Он сделан из его замороженной крови собственной. То есть, собственно, там такие таблики... Ну, такие были контейнерки, в которые он заливал свою кровь, и он его собирал в течение какого-то времени, хранил. Потом, правда, произошел инцидент, это все хранилось в галерее Усаачи, и там что-то случилось с проводкой, и сломался холодильник, и, в общем, все это вытекло. Ну, ему пришлось второй раз собирать, но он это сделал, в общем. Такой вот прям кровью своей это все сделал. И Марк Куин, он совершенно несравним, например, хоть и он скульптор, да, и Аниш Капур тоже скульптор, но они абсолютно разные вещи делают, потому что Марк Куин делает какие-то такие... Например, он делал известную скульптуру Кейт Мосс, значит, такую там портретную, или, например, беременная Алисон Лапер. Это вообще, ну, то есть, это беременная женщина, которая родилась маленького роста, с недоразвитыми конечностями, при этом она нашла мужа, забеременела, в общем, и он вот такое торжество человеческой плоти, значит, что жизнь, она прорывается. У Аниш Капура, возможно, тоже это отчасти чувствуется, да, вот в этой фактурности его работ, да, но они, конечно, совершенно о другом, они совершенно несравнимы, и мне казалось, что, в принципе, интересно просто на фоне вот этого смотреть на Аниш Капура тоже, потому что это практически одно время, да, но тогда, ну, кто там помнил про Аниш Капура, когда тут такие происходят страсти, мордасти? Все, разумеется, обсуждали вот это вот все безобразие. Вот так и есть. Я думаю, что мы можем поблагодарить лектора, и следите за событиями, которые будут проходить в рамках выставки. Спасибо большое. Спасибо.